Что-то у вас темно так, плохо лицо видать. Бог сказал в освятилище своем, восторжествую, разделю сихем и долину сахов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ифрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Маав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землей филистинской восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Что за молитва? Молитва из Псалтири, написанная 3000 лет назад. 3000 лет назад, это из Библии. Пожалуйста, слушайте, читай. А зачем вы читаете? Чтобы грешников обратить на путь покаяния из этого щата разврата, это Содом, что тут делают. Совокупляются, как скотина какая. Сразу сгинуло. В совете праведных и в собранных, велики дела твои, Господни, вожделены для всех любящих онные. Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек. Поближе шаги. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедрый Господь. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его истинный суд. Все заповеди его верны. Тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему. Заповедал на веки завет свой. Свято и страшно имя его. Начало мудрости, страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. 111 Псалом. Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род право благословиться. Обилие богатства в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведник. Подожди маленько. Я сейчас спрошу. У вас, может, какие-то вопросы есть духовные? Вроде нет. Что-то я не понял. Он говорит, вроде нет. А вроде нет. Мы читаем Псалтырь, молитвы. И будем читать Евангелие. Если желаете, можете слушать. Если вопросы будут, зададите. Рукой так помашите, чтобы мы остановились. Молитвы читаем. Так, ну считай, пожалуйста. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, упывая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рук его вознесется во славе. Нечтиво увидит это и будет досадовать. Заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечтиво погибнет. 112-й Псалом. Аллилуйя. Хвалите рабы Господни. Хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада. Да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь. Над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который обитает на высоте, преклоняется, шоу презирать на небо и на землю. Из праха поднимает бедного. Из брения возвышает нищего. Шоу посадить его с князьями, с князьями народа Его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующихся о детях. Аллилуйя. Так подожди маленько, тут я спрошу. У вас, может, какие-то вопросы есть? Вы охотяне, да? Да. Можете задать, только чтобы ни одного слова плохого не говорили, не ругались. Не-не-не, я мусульманин. Мне интересно было послушать, что там читали. Это псалтырь. Три тысячи лет назад написано. Да. Из середины Библии. Книга отдельно взята. А вы что в этом чате делаете? Людям, которые погибают в похоти, в прелюбодеянии, в табакокурении, сказать о Христе, что Христос умер за ним. Это все очень много. Здесь половина голые мужики валяются. Открыто совокупляются, анонизмом занимаются, что угодно делают. Вот им надо донести то, что он сейчас читал. Мы несем свет людям, что Христос умер за нас и зовет к покаянию. Если не покаяться, вместе с дьяволом будут в огне гореть. Вот, правильно. Вот там и место. Да. Ну, хорошо, отец. Я вам счастливо. Да что так? Мы сейчас Евангелие будем читать. Можете послушать? Нет, я Коран слушаю. Я Коран. Ага. Да у нас Коран есть. И Коран мы считаем. А вы умеете Коран читать? А что же не считать-то? Я целую книгу написал, разбирая Коран. По сурам, а яятам. Я вам могу такие данные выдать, которых вы нигде не найдете. Моя наработка. Я могу сказать, сколько там букв даже. Сколько времени надо, чтобы прочитать его? Сколько? Сколько? 16 часов и 45 минут. Полностью Коран, чтобы почитать? Полностью, да. Возьмите ручку. Сейчас я вам скажу о Коране что. Ручку запишите. Возьмите. У меня даже ручки нет. Ну, найдите ручку, бумагу. Редкие данные дам я вам. У меня 38 книг вышло. Один посвященный мусульманам. Что за тысячу... Вот он, сдгинул. Сектанты. А он говорит, сектанты, значит. Мы православные христиане. К сектанты рукой не крестятся. Вы должны знать это. Слово-то слышали, говорит, сектанты, да не знаете, где он. А что это вы насыпили в нос, да в губы? Это же больно. Это не надо совсем. Это безбожники так придумали уродовать человека. А я мазохист. У нас тут она, это персинг, на пуповину сделала и умерла. И умерла. Ну, на губах-то губы должны быть чистые, чтобы можно было жевать и проще. Это же не надо делать. Вот это тело наше называется храм Божий. Храм. А сатана заставил его обвешать железками разными. Вы же смотрите, у вас два глаза, брови, все на месте. А этот, а остальное, говорит, у неразумной женщины, которая плохого поведения, у ней, говорит, как у свиньи золотое кольцо в носу. Она не ценит эту красоту. Вот тут женщина одна. Я стал говорить, а у нее из-за головы вот так рука высула, мужчина, с нее хлад снял, грудь лежит, он давай сосок ей крутить. Тут начать это, тут Содом и Гаморра. Безумие одно. Нормального человека трудно встретить. Надо верить во Христа, что Христос умер за нас и воскрес. А без Бога человек что попало делает. А, кстати, какой рукой крестится? Какой рукой крестится? Правой, правой. Но у вас зеркальное отображение, оно показывает наоборот. Это зеркальное отображение. Правой рукой совершаем крестное знамение на дьявола. Прославляем Христа. Христос умер за нас. В этом весь смысл жизни, жизнь для Бога. Это и работать надо, и все, и однако ты для Бога будешь делать. Вы дома-то имеете Евангелие? У вас есть Евангелие? Нет? Вы даже не слышали, что такое? Эта книга называется Евангелие. Благая весть, добрая весть, что Христос умер за нас. Родился, Сын Божий, принял плод человеческую и умер за нас, распятый был. У вас какие вопросы, может, есть? Нету, да? Вы можете записать наши ресурсы в Ютуб, во Свете Библии. Запишите себе. Вы зайдете отдельно. 14,5 тысяч роликов у нас там. А если запишите в Ютубе, посмотрите, у нас посещаемость 32 миллиона. Запишите, во Свете Библии называется. Во Свете Библии? Сейчас посмотрим. Да, во Свете Библии. И мою фамилию, имя запишите, Игнатий Лапкин, чтобы открылось у вас. И Игнатий Лапкин. Если по скайпу думаете найти нас, когда потребуемся, вы можете вот эти два слова сказать по скайпу, я там один с этой фамилией. Вот. А если зарядите сайт, то на сайте вы там найдете богатство все наше. На сайте. Сайт во Свете Библии. А я вот еще хотел спросить, вот, как бы, вот дьявол, он ведь как бы есть, да? Да. И что нужно будет делать, если вот он придет? Дьявол, он на земле. Его Бог сбросил с неба. Он поднял первую революцию на небе. И дьявол будет брошен в озеро огненное с грешниками, где будет плач и скрежет зубов. Неверующий в Бога, он будет гореть в огне вечно, притом никогда муки не кончатся. А верующий в Царстве Божьем будет. А вот что нужно именно делать, вот если... А написано так, верующий в Сына Божия, верующий во Христа, что Христос умер за наши грехи и имеет через веру жизнь вечную и творит добрые дела по заповеди Божьей. Так, я от вас отхожу. Все, пока. Так... Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели, чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Господь сказал, если бы вы имели веру зерно гащищное и сказали смоковнице сей и сторнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению вас в поле скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавши и пейсам. Ставит ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Когда исполните все повеленное, вам говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек, прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились, где же девять? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, стань, иди, вера твоя спасла тебя. Был же спрошен фарисеями, когда придет царствие Божие, отвечал им, не придет царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь, или вот там, ибо вот царствие Божие внутри вас есть. Сказал та же ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней сына человеческого, и не увидите. И скажет вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистая до другого края неба, так будет сын человеческий в день свой. Но прежде не надлежит ему много пострадать и быть отвержену родом с ним. И как было в одни Ноя, так будет и в одни сына человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и в одни лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Можно вопрос? Давайте. Задайте вопрос. Что вы делаете здесь, в чат-рулетке? Здесь это... смерть поселилась у людей, и они этого не видят. Творят блуд, прелюбодеяние, измена, кощунство, пьянство, табакокурение. И мы пришли сюда, как проповедники, сказать, что так поступающие люди, если умрут, вместе с дьяволом, будут гореть в озере огненном. За наши грехи Христос умер. И мы людям возвещаем радостную весть, что Иисус умер за нас. Слава Богу, что я не здесь. Я просто сижу и смотрю. Ладно, дай Бог вам здоровья. Да храни вас Господь. И кто будет на поле, та же не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Добрый вечер. Как ваши дела? Как ваше здоровье? Ну, у нас прямо голова кверху, а у вас внизу. Я знаю, я знаю. У нас просто конференция. У вас кровоизлияние в мозг будет. Станьте прямо. Я не нормально, я на земле. Здорово живете. Давай, считай, Слово Божие. Это псалтырь считается для грешников. Почему? Евангелие. Евангелие считается. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказаю вам, В ту ночь будет двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Псалтырь, молодец. Ну, понятно. Новый завет и псалтырь. Прекрасно. Тогда у вас какие-то вопросы, может быть, будут? Мы можем постараться ответить вам. Есть вопросы. Как вообще? Тут есть люди в чарте, которые ведут себя неадекватно. Как с ними бороться? Какая психика у них? А вам зачем бороться? Это вы за собой смотрите, и все. Я согласен. Что ими правит вообще? У них нет духовного такого рождения. Ну, за всеми не усмотришь-то. Надо за собой смотреть. Вот сейчас идет Великий пост. Третья неделя начинается. Вы поститесь, нет? Я первую в неделю постился, и хочу последнюю попытаться. То есть, сами решили. Иоанн Затаус говорит так. Если у царя семь дочерей, я ты первую почтил, и последнюю, а остальных пренебрег. Царю понравится это, нет? Я думаю, неправильно. Неправильно. Нужно посты соблюдать. Дальше. Вы ходите в церковь. А почему бороду бреете? Ну, как бы я работаю на работе, чтобы люди, люди, чтобы... То есть, вы угождаете людям, не угождая Богу, который сотворил вас. Вы сами подумайте, что говорите. Я люди. Какие люди-то? Люди-то сквернавцы одни. Ты ни на кого не смотри. Я вот всегда носил бороду, вот буквально вот недели три, как ее побрил. Ну и все. А вы знаете, у Давиду слух, когда полбороды обрили, он не запустил в Иерусалим даже земной, а мы идем в небесный. Согласен. Ну вот я, я как бы вот над этим духовно работаю, чтобы привести свою духовную душу в порядок привести, выделить это все время, чтобы разобраться в себе, и так далее, и тому подобное. Потому что я работаю сутками, и вот, можно сказать, третью неделю, четвертую неделю уже не был в церкви, не причащался, ну, как бы вот так. Вот вы говорите, сутками работаю. Сутками работаю только на флоте и сторожа. Если вы сутки дежурили, вам положено три дня свободных давать. Я согласен. Ну, у меня как бы своя работа, я ни на кого не работаю, поэтому, так получается, нет людей работающих. Если из-за бороды вас там уничижают и прочее, вы предпочтите быть верным Богу, а не людям. Написано, кто любит мир, кто любит очи. Дружба с миром есть вражда против Бога. Согласен. И Иаков, четвертая глава, четвертый стих. Скажите, вот еще вот такой вопрос. Если я грею усы, а оставляю бороду, это как-то вот что-то... Да никак. По стихе мира, а не по Христу. Бог создал так. Вот у человека растет. Восемнадцать лет еще только начинает. Почему? Потому что он не созрел еще физиологически. А у женщины не растет. Это так и положено. Где они посмотрели, вот баран, какие рога, и какая овечка. Везде бых от коровы разница, петух от курицы. Вся разница. А человек побреет, и ты не поймешь, кто, баба или мужик. Подкаблучники, мужики бреются-то. А вакуум назвал блудодейной ересь. Ересь блудодейная. Согласен. Нет, ну, у меня как бы настой такой. Я вот бород отпускаю, а усы грею. У меня как бы... Ну, это не настрой, это противление Богу. Настрой. Нет этого настроя. Ну, я имею в виду, что нужно усы тоже оставлять. Это противление Богу. Бог так сотворил. Это храм Божий, тело храм. Христос брел усы? Нет. А то мусульмане только бреют. А зачем ты с бастурманами идешь-то вместе? Нет, я с ними не иду. как бы... Да никак, никак. Вы отдельно. Вот у нас, если бы были вы в храме, с соглашенными выводили бы. Конечно, неправильно. Ну, неужели правильно-то? Какие-то люди там, бухарашки, а ты ради них образ Божий искажаешь. Куда это годится? В самом малом неверенном над многим Бог не поставит. Ни один талант не разобьешь. А ты короптать будешь и дуться. И с этим в могилу свалишься. Ты же не знаешь, когда умрешь. Я, мне нравится. Фидель Кастров приезжал сюда из Кубы. Вместе... Вы откуда? В Барнаву, Алтайский край. Вы, если хотите на наш попасть в YouTube, у нас 14,5 тысяч роликов. Зайдите во свете Библии. Запишите во свете Библии. Во свете свет светит. Во свете Библии. Во свете Библии. Запишите. Сейчас зайду на вашу карту. Игнатий Лапкин. Запишите, обязательно поставьте мою фамилию и имя. Игнатий Лапкин. Хорошо. Я зайду попозже на вашу страницу. Вот. Вот если поставите рядом сайт, зайдете на сайт. Если в форум с этим словом, на форум попадете. Так, скажите еще раз, как правильно написать? Во, во, во свете Библии. Сейчас. Сейчас. Первая буква В. Владимир, Ольга, Семен, Владимир, Евгений. Во свете Библии. Я нашел вот. Да, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Вот, я вижу, Игнатий, Игнатий Лапкин. Вы еще держите в руках книги красные. Да, это у меня вышло 38 томов книг моих. Все, я понял, я вас нашел. Если вам нужно по скайпу поговорить, вы загляните, запишите Игнатий Лапкин, и вы сразу на меня выйдете. Хорошо, хорошо. Вот против меня там вы найдете 220 роликов. Они вам не нужны, это клеветники идут. потому что мы их задеваем. Согласен. Я Игнатий Лапкин. Да. Я записал. Я записал. Буду к вам заходить. Да, пожалуйста. Ну, расскажите мне, пожалуйста, как там у вас люди вообще, верующие? Да, верующие. Вот вы сейчас зайдите на наш YouTube, и увидите, у нас собрание идет. Я сегодня причащался. И вы увидите, я причащаюсь. Все, хорошо. Я сейчас зайду, я сейчас посмотрю. Называется «Причастие». И увидите меня, как я подхожу к причастию. Хорошо. Сейчас я посмотрю. Давайте.